вы смотрите ностальгия по старым играм мне на прошлой неделе один знакомый подарил старые игры ну есть какие-то новые и подарил такие игры которые я никогда в свою жизнь ни разу не играл то есть мало кто об этих играх знал но они уже такие старые что может кто-то из вас не помнит но это видео думаю хорошо для более взрослой аудитории кто играл вот те старые игры вот мне знакомый в общем подарил столько большое количество старых игр говорит на дима поиграю в эти игры но мне короче тут просто косяк косяк один случился поэтому мне подарил столько игр но не буду про этот косяк вам говорить это своего рода такое видео не то что она ностральгическое оно такое типа мини обзор на старые игры пожалуй начну я самого сладкого и закончу уже самым невкусным малоизвестным вот опять я в руках держу эту пачку старых игр и начну я с игры макс пейн playstation 2 я помню когда мне было 6 7 лет у меня не было playstation 2 я хотел тогда на вольную борьбу нет на древнегреческую борьбу вот мне было 6 7 лет это было вроде еще не было двухтысячного года и там пацаны между собой общается после тренировки и один из них вот так вот диск передает другом и говорит или он просто хвастается другим говорит я буду сегодня этим вечером играть макс пейн на то время хоть это уже хоть этой игре уже 17 лет но на то время все эти игр которые я держу это можно считать самая крутая игра но на то время это была самая крутая игра сейчас конечно она уже старенькая но это игру это мы многие еще помнят и кто-то из вас точно играл в эту игру может быть на не на playstation 2 на персональном компьютере может быть это у вас был первый ваш персональный компьютер первая ваша игра была макс пейн если вы не играли никогда макс пейн услышали то возможно вы играли вторую часть либо вы играли третью часть уже в онлайне макс пейн 4 я не знаю напишите что вы думаете про макс пейн 4 но не про это а если будет продолжение я скажу про эту игру больше что еще не было фильма матрица но было уже игра макс пейн поэтому это можно сказать эта игра про дедушка матрица то есть это словом вроде начала матрица ноте крутые трюки там замедленное движение 3d графика и много-много что другое в общем на то время это просто не то что было очень крутая игра эта игра была просто бомба может кто-то из вас еще до сих пор ностальгирует по этой игре но у меня более взрослой аудитории поймет кто мой 1 года вы поймете почему эта игра помна а если вы реально не играли в эту игру не знаю просто чтобы узнать что в свое время это было очень крутая игра да кстати забыл вам показать вот здесь еще есть то что это на playstation 2 идет так здесь макс пейн официал получит досьер ночью все очень круто хоть и этой игре уже 17 лет вот так же диск да диск покажу вот диск макс пейн playstation 2 следующая игра я все про нее знают и более взрослая аудитория точно знает про эту игру это call of duty 2 фронт это дополнение к первой части call of duty проект игру тоже можно вечно говорить она тоже я говорил то что я начну самого вкусного это одна из самых лучших игр на военную тематику в этом году я кстати играл call of duty последняя часть много играли короче ту часть ну я думаю что эту игру все знают кто-то из вас тоже играл кто-то после этого видео сейчас на побежит в компьютеру скачает call of duty 2 фронт и начнет ностальгировать по из этой серии игр call of duty конечно можно и про четвертую часть тоже сказать что она тоже свое время была бомба в 2007 году не скажу что это очень была крутая игра но своем жанре она была лучше и может быть попадает в топ в своем жанре из этой серии короче call of duty второй фронт следующая игра тоже всем знакомы я думаю про эту игру все знают такого человека не нету на земле который бы не знал эту игру это просто взрыв мозга ну и всей серии то есть не сказать что то что я держу это самое лучшее но вы поймете чем я говорю gta 4 признаешь честно я сыграв ну вот я сыграл все-таки gta 5 но мне надо было скачать протестировать я скажу что gta 5 может быть даже самая топовая и самая крутая на данный момент игра для персонального компьютера я смотрел еще обзор вообще любую гта хвалит по своему то есть говорят что эта часть лучше другое говорят что gta 4 там тоже лучше потому что не миссия напишите в комментариях кто играл и почему именно вам эта часть нравится 4 часть вот я открыл это стать вот это хороший подарок на новый год кто фанатеет от гта ну то есть получить коробочку здесь открывается здесь еще инструкция инструкция как-то еще дополнительные это просто настоящий подарок кто любит гта ну вообще любую часть гта очень пишите в комментариях что вы думаете про гта 4 а вот с этой стороны плакат девушки много то четвертая часть и в этой коробке два диска с таким вот изображением и вот с таким следующая игра которую я держу в руках тоже многие знают кто-то из вас играл какую-то часть из этой серии и это resident evil операция ракен сити сразу скажу что я знаю что самая лучшая часть это четвертая часть но она признана самая лучшая но про это что-то сложно сказать потому что я в нее ни разу не играл но но точно не самая лучшая из этой серии резидент эвил так здесь так выглядит но особо много не буду про эту игру говорить в общем каждый год короче клепает этот resident evil как assassin's creed и но есть людям есть геймеры которым нравится resident evil следующая игра может кто-то из вас играла каких-то далеких там годах в древних временах а может быть про эту игру никогда не знали и у вас эта игра не вызывал никакого интереса это алида может кто-то вспомнит вот такие вот коробки и в них в общем было по три диска как это помните doom 3 там тоже такая вот коробка и три диска это очень старая игра алида и эта игра разрабатывалась пять лет представляете вот эта вот игра делалось пять лет на то время напишите в комментариях кто играл в этой игру алида следующая игра понравится тем или кто раньше играл на тему на тему военного что-то и кому нравятся короче подводные лодки короче эта игра про подводные лодки son hunter battle of atlantic я не знаю такую игру я первый раз ее держу в руках и навряд ли я когда-нибудь буду в нее играть но кто-то из вас играл в эту игру ceiling hunters у меня в руках два диска это больше такая знать симуляторная игра пожарная служба упрощение стихии два диска 1 2 без коробки коллекция игрушек в 1 18 есть такая игра древних времен операция освобождения рака мне эта игра напомнила очень одну древнюю игру и там графика настолько была древняя что там не то что древняя так как древнее чем контра страйк в общем все квадратная графика вся квадратная чета она напомнила вот эту вот игру я 17 но я реально уже не помню как она называется может быть это есть игра но здесь игра про истребителей но кому нравится лучше техника истребитель самолета так следующая игра gtr коллекция игрушек акта кстати напишите кто помнит и дети еще диски коллекции игрушек я думаю кто-то из вас эту игру знает emperor battle for dune или просто дюна но дюна там немножко другая игра но аналогично этой игре то есть стратегия но у меня конечно в руках нету игры дюна 2000 но чем-то аналогично этой но в эту игру я никогда не играл и навряд ли я в нее буду играть но кто любит стратегии я думал кто-то из вас может быть играл в те далекие старые времена следующая игра для тех или у кого раньше было playstation 2 у меня в руках panzer фронт ауст б тут еще написано тут еще этикетка осталось что такая или данная игра стоит 10 лат если это евро вы покупали то 14 и 23 цента ну я много про это не буду игру говорить скажу что эта игра понравится или захотел вспомнить старые добрые времена кому нравилось не просто военная техника именно конкретно это танки следующая игра своего рода тоже стратегия танки называется на ту сервер н команд электроны геймс идти делу и тут знакомая кола и на ум не приходит один блогер может быть это акел вам что-то на пол может кто-то из вас раньше играл такую игру это видео уже подходит под конец потому что я держу последнюю коробочку с диском вот тоже опять же на то что ближе к playstation 2 соком ус нависился плотину 16 плюс в это своего рода что-то на то время современный какой-то call of duty короче ну вот я своего рода закончил такой обзор ностальгии нас на некоторые старые игры так что пишите свои комментарии ставьте лайк либо дизлайк хотите не хотите подписывайтесь на мой канал ну и ждите какое-то следующее видео спасибо